Дорогие друзья, предлагаю к светлому празднику Пасхи сделать удивительную куколку Пасхальная Голубка. Эту куколку делали для своей семьи или в подарок, и она несла в каждый дом любовь, добро и тепло. Куколка имеет свои особенности. Она похожа на птицу, которая несет добрую весть о воскресении Иисуса Христа. Наша куколка имеет необычную прическу. Сзади у нее есть такой узелок-удилек. Выполнена она вся в красных тонах, ведь красный цвет является символом Пасхи. Куколка Голубка – кукла более поздних времен. Мы это можем определить потому, что сегодня обязательно должны будем использовать ножницы, ведь платьишко нашей куколки круглой формы. Куколка достаточно легкое в изготовлении, поэтому для работы мы приглашаем сегодня и взрослых, и детей. И материал сегодня совершенно доступный. Это три куска красной ткани квадратной формы, а стороны квадрата 20х20 см, если куколка маленькая. Если хотите сделать куколку побольше, стороны квадрата можно взять 25х25 см. Нам нужны будут красные нитки, вата или синтепон и ножницы. Приступаем к работе. Куколку немножечко в сторонку отводим, она будет за нами наблюдать. Приготовили нитки нужной длины. Это где-то больше 50 см. И сразу нитки положили таким образом, чтобы мы могли взять середину нитки. Вот как отрезали, так и лежит с петелькой. Для формирования куколки берем один квадрат ткани. Кладем таким образом, чтобы уголки смотрели вверх и в сторону. Для формирования головки синтепон или вата. У меня сегодня вата. Очень хорошо разрыхлили. Скатали не в тугой шарик, потому что будем делать прическу. Положили шарик в центр нашей заготовки. Соединили нижние и верхние уголки. И указательным пальчиком левой руки прибили вату к центру квадрата. Начинаем формировать круглую головку. А пальчиком большим правой руки заходим вовнутрь заготовки. И вот так аккуратно прибиваем к центру вату. Чтобы она равномерно легла по головке. И сбоку закладываем мягкие складочки. То же самое сделаем с другой стороны. Большим пальчиком входим вовнутрь заготовки. Прибиваем к центру. Очень стараемся, чтобы у нас личико у куколки оставалось без складочек. Они по возможности должны уйти в бока и назад. Вот у нас заготовочка готова. Берем нитку. Нитку накладываем на шею куколки. Хорошо стягиваем назад. Убираем. И перекручиваем один раз шею куколки. И второй раз обвили. Положили куколку личиком на стол. И завязываем узелки. Узелки давайте сделаем три раза. Раз узелок. Два узелок. И три узелка. Готово. Вот такая ровная, красивая головка у нас получилась. Смотрим, как у нас крылышки. Ровные будут крылышки. Приступаем к формированию прически. Нитки остались сзади. Крылышки подбиваем немножечко вперед, чтобы они нам не мешали. Поворачиваем вот так вот бочком куколку. И нам видно, что вот это место прямо выделяется на нашей головке. Мы все равно приминаем ручками место обвивки прически. И работаем двумя нитками. Сначала одной ниткой обвили заднюю часть головы. Один-два раза. Ниточку придерживаем. Берем вторую нитку на себя. Обвили один раз. Обвили два раза. Ниточки сзади встретились. Мы опять куколку положили личиком к столу. Ниточки расправили, чтобы они не запутались. И завязываем узелок. Раз, два, три. Говорить хорошо. Так же быстро делалось бы. Но очень аккуратно. Посмотрите, чтобы у нас обвивочка не соскочила с головки. Главное сделать первый узелок. Второй и третий уже достаточно ловко. Уже можно их закручивать. Вот сделали три узелка. Ниточки опять оставили сзади. Проверяем. Вот головка красивая. Вот у нас такая причесочка. Переходим к формированию ручек-крылышек. Ведь это у нас голубка-птица. Поэтому мы можем называть наши ручки крылышками. И по длине, посмотрите, мы можем их оставить такими длинными. Потому что взмах крыла у птиц бывает разный. Длинный в том числе. Но нам надо убрать вот такие неровные края. Что для этого делаем? Мы края будем вовнутрь закладывать на сантиметр. Каким образом это делается? Кладем куколку на стол. Раскрываем. Вот такой у нас уголок получается. Нижнюю часть уголка закладываем на один сантиметр вовнутрь. И накоточком вот так вот проглаживаем. Берем руку. Формируем прямой угол. На сантиметр заложили. Кладем на стол. Опять проводим. Накоточком по столу, по ткани. Угол складываем пополам. И у нас получается вот такая вот острая ладошка. Как мы ее будем закреплять? Ниточку накладываем на линию запястья. Большим пальчиком прижимаем ниточку, чтобы она не убежала. Левой рукой очень туго обвили один раз. Обвили два раза. Ручку. Ниточки перекинули на место среза. Крылышко, чтобы нам потом убрать нитки вовнутрь. Обрезали рабочую нитку. И завязываем узелок. Вот узелок на ручке я могу завязывать на весу, придерживая ладошку. И одновременно завязывая узелки. Вот первый узелок. Мы говорим, он самый ответственный. Затем второй и третий узелок уже делается быстро и ловко. Закрепили одну ручку, крылышко. Ниточки натянули и убрали вовнутрь крыла. Смотрим, что у нас получилось. Вот такая красивая ручка-крылышко. Приступили ко второму крылу. Также кладем на стол. Нижнюю часть, нижнюю сторону загибаем вовнутрь на сантиметр. И прокладываем, приминаем ноготочка. Берем в руку, формируем прямой угол. Загибаем на сантиметр. Опять положили на стол. И также прибили к столу ткань, чтобы она очень хорошо лежала на сгибах, не раскрывалась. Можно еще раз пройти. Прямой угол опять складываем пополам. И повторяем операцию. Ниточку накладываем на место запястья. 6 см вниз приблизительно оставляем. Наступили большим пальчиком на ниточку и левой рукой обвели один раз. Обвели два раза. Ниточки перевели на место среза рукава, крылышка. Обвязаем нитку. И завязываем узелок. Придерживая ладошку. Завязали один раз. Завязали два раза. И завязали три раза. Ниточку убрали. Вовнутрь крылышка. Хорошо подправили, расправили, чтобы не раскрывались наши сгибы, чтобы красивые были крылышки. Посмотрите, у нашей куколки-птички крылья, конечно, должны смотреть вверх. И постараемся мы дальше формировать куколку, чтобы такое положение рук по возможности осталось. Но все-таки куколке мы должны придать объем. И давайте мы сделаем с вами огрудочки такие небольшие. Из ваты синтепона скатаем небольшой валик. Небольшой валик. Подложили под шею. И начинаем закреплять ручки. Ну, например, начинаем с левой ручки. Посмотрите, я держу одной рукой место талии куколки и под ручку подвожу боковую часть ручки, чтобы она красиво и ровно легла у нас на нашей куколке. Все готово. Ниточка сзади одна. Подвели чуть-чуть вот так вот под нижнюю часть ручки, перекинули на противоположное плечико, немножечко подтягиваем и вернули к нижней части ручки. Поменяли руки. Точно так же делаем и с другой ручкой. Прибиваем к талии. Берем сзади ниточку, подвели под нижнюю ручку, противоположное плечико, чуть-чуть подтягиваем и ниточки наши встретились на талии. Здесь хорошо бы нитки еще перекрутить, чтобы талию хорошо закрепить. Увели нитки назад, там их перекинули. И теперь, положа куколку на стол, можно завязать узелок на талии. Завязали один узел, второй и третий. Три узелка готовы. Ниточку можно укоротить. Поправляем нашу куколку. Вот наши ручки, прилыжки. Ну все, заготовочка готова. Положили куколку в сторонку. Делаем, приступаем к платьишку. Для этого берем два квадрата. Я в данный момент взяла два одинаковых квадрата. Можно использовать отдельно. Сначала сделать одну юбочку, потом вторую. Покороче и подлиннее. Мы вот такой вариант взяли. Два одинаковых квадрата. Что делаем? Надо сформировать сначала треугольничек. Сложить квадрат в треугольник. Уголочки должны быть и стороны у нас совпасть. Хорошо, аккуратно сложили. Итак, треугольник получили. Еще раз сложили в треугольник. И делаем круглую форму. Каким образом? Обрезая уголки у треугольника. Но здесь нельзя ошибиться. Посмотрите, можно еще раз сложить. Можно и такой объем отрезать, но очень сложно. Но нам самое главное, чтобы начало и конец работы все-таки совпали по месту вот этой нашей насечки. Раскрыли и со стороны пошли выполнять полукруг, аккуратно, не делая зацепок на нижнем срезе юбочки. К серединке дошли и опускаемся к нашей засечке. Заготовочку не раскрываем. Сразу на вершинке снимаем 5 мм верхушечку нашей формы. Для того, чтобы получили отверстие для нашего будущего платьишка. Проверяем, что у нас получилось. Вот такая окружность, с таким входом. Куколку берем. Вводим ее в серединку платьишка. И называется выворотным способом. Вот таким образом закрепляем. Протягиваем достаточно глубоко, чтобы и ниточки вышли наизнанку. И дошли мы до талии. Вот равномерно распределили. И теперь один из ответственных моментов. Мы сейчас платьишко должны так закрепить ниточкой, чтобы наши открытые срезы ненароком не вылезли на лицевую сторону. Что для этого делаем? Вот так их присобрали в ручку. Опять накинули ниточку. И от среза мы должны отступить где-то 2-3 мм. Пальчиком нитку придерживаем. И сразу старайтесь туго закручивать. Тогда нитка не соскочит. Туго закрутили один раз. Туго закрепили второй раз. И теперь я уверена, что ниточка у нас не убежит. И кончики юбочки не выйдут от обвивочки. Обрезали нитки. И завязываем. Три узелка. Раз, два, три. Нитку можно покороче сделать. И не переворачивая юбочку, давайте вот эти нижние части все-таки во внутреннее немножечко подвернем. Потому что иногда кончики основы у нас выглядывают из-под платьишка. Вот так вот загнули с одной стороны, перевернули. Загнули с другой стороны. И они не распустятся. Ну и смотрим, что у нас получилось в итоге. Вот наша такая птичка. Куколка готовая к полету. С поднятыми ручками. Ну что, переходим на последний момент. Мы куколке должны привязать подвесочку, на которой она могла бы висеть. Потому что куколка не имеет основы. Она как бы должна парить в воздухе. Что для этого делаем? Отрезаем нитку. Ну, сантиметров 40-50. В зависимости от того, в какой месте куколка у вас будет висеть. По талии. Вперед перевели ниточку. И ввели назад. Вот закрепили на талии. Сзади делаем узелок. Один, два, три раза. Соединяем ниточки. Делаем такой распускающийся петельку узелок. Чтобы при возможности, при необходимости, мы могли нитку распустить. И вот подвешиваем куколку на какую-нибудь основу. Очень хотелось бы, чтобы ваша куколка в ваш дом принесла любовь, тепло, добро, благополучие. И все самое светлое, что в себе несет праздник Пасха. Всего доброго. До свидания. До следующих встреч. Продолжение следует.